Всем привет, с вами Трия. После сбора 1000 питомцев было сказано о том, что в ближайшее время будет микрогайд по питомцам. Потому что в принципе всё, что за них нужно уметь делать, это нажимать три кнопки. Но нажимать их нужно с умом. Как говорится, 1000 питомцев собрано, сказано, сделано. Начнём же. Собственно, поговорим о том, как нормально нынче питомцев использовать, какие питомцы хороши и какими сайтами можно пользоваться в момент того, когда вы хотите составить себе какие-либо сетапчики. И в принципе, как можно всё это облегчить до нажатия одной кнопки. Так как даже если там предоставлены какие-то заметки, то всё равно приходится просчитывать количество раундов, приходится продумывать немножко наперёд. А используя самые обычные скрипты в виде модификаций, можно всё намного упростить. Начнём же. Первым делом мы затронем интерфейс атласа питомцев. Если без модификации, то выглядит он очень просто. И в принципе, не особо какую-то информацию нам классический интерфейс предоставляет. Да, мы можем увидеть количество всего питомцев. Да, у нас есть поиск самый обычный, у нас есть фильтры какие-либо. Но нам этого недостаточно. Установив модификацию рематч, мы можем включить его в атласе питомцев. У нас появляется особая галочка, которая преображает наш интерфейс атласа питомцев. После этого мы видим его обширнее. Мы можем составлять заранее какие-либо сетапчики. Фильтр становится намного шире. Мы можем фильтровать различных питомцев по уровню, по трём копиям. Например, если нам нужно просто скинуть лишних. Это тоже имеет свою важность. Также, если поговорить о сетапчиках, то можно создавать различные вкладки. И в этих вкладках уже, например, делать для себя что-то определённое. К примеру, у меня много вкладок, и какой-либо аватарки своей, какого-либо значка они просто не имеют. Но существует самая обычная надпись, по которой я могу прекрасно ориентироваться. Например, Назжатар. Туда включены все мопцы, которые являются локальными заданиями в Назжатаре. И просто нажав одну кнопку, то весь сетап сменится. И им уже я могу спокойно делать те действия, которые нам нужны. Но в рамках видео сходим в мёртвые копии, поэтому выберу заранее эту вкладку. Дальше больше. И, конечно же, нам нужно знать сайт, с которого мы можем брать различные сетапы. Можно, конечно, и самим делать различные сетапы питомцев. Но это потребует времени, и всё-таки мы хотим это всё автоматизировать. Что нам нужно? Нам нужно зайти на сайт wovpetguide.com, и тут всё абсолютно по вкладкам разбито. Мы можем глянуть абсолютно всё. Также тут есть выполнение различных достижений. Например, знакомые все лица, по-моему, это название достижения, в кругу семьи. То есть мы можем глянуть абсолютно все те сетапы, которые нужны для выполнения каких-либо достижений. Ну а если вы хотите просто пополнить свою коллекцию путём прохождения подземелий, то всё есть абсолютно. Стратхольм, Гномриган, Мёртвые копии, Пещеры Стенаний, Турнир Небожителей. И в 8.3 будет новое подземелье. БРД, собственно, в рамках ПТРа, оно на текущий момент есть. И в 8.3 это станет новым подземельем для питомцев, с которого можно будет вывести новых питомцев. И, конечно же, с целью того, чтобы пройти его, нужны будут определённые сетапы. И некоторые люди уже в рамках ПТРа занялись составлением этих сетапов. Я не знаю, это просто сверхразум, потому что, наиграв в битвы питомцев некоторое время, всё равно как-то сложно продумывать сетапы на будущее. Эти люди просто гениальны. Иначе я сказать не могу. С целью того, чтобы скопировать какой-либо сетап, используя данный сайт, мы нажимаем нужную нам вкладку, далее из выпадающего списка выбираем то, что нам нужно, например, Мёртвые копии. И, скачав заранее аддон рематч, мы нажимаем рематч код просто-напросто. И у нас копируется код, который нам нужно вставить в нашу игру и импортировать его. Открываем атлас питомцев, открываем вкладку команды, открываем импортировать команды и нажимаем Ctrl-V с целью того, чтобы просто вставить данный сетап. Также присутствует заметка, которая повествует нам о том, какие кнопочки нужно жать в какой-либо определенный раунд. Но все это мы можем миновать, используя еще одну интересную модификацию. И если внимательно рассмотреть какие-либо сетапчики, которые представлены вообще в любой вкладке, то есть вторая кнопка для копирования, которая называется TD-скрипт. Это определенный скрипт, который позволяет нам, нажимая одну кнопку, автоматизировать абсолютно весь бой, который будет происходить. Конечно же, мы его копируем и вставим в игру, но с целью того, чтобы это работало, нам нужно скачать дополнительный аддон. А дополнительным аддоном тут будет являться TD-скрипт, который просто-напросто нам нужно скачать. Также, конечно, в рамках сайта еще и рассказано, как его использовать, но в принципе я это уже сразу же рассказал. Да, вот абсолютно все ссылки, которые нам нужно скачать с целью того, чтобы прекрасно чувствовать себя в боях питомцев. Аддон Rematch, аддон TD Battle Pet Script и TD Battle Pet Script Rematch. Это аддоны, которые формируют изначальное ядро, способное просто-напросто автоматизировать абсолютно все то, что мы хотим добиться. С целью вставки скрипта в игру нам нужно кликнуть наш сетапчик, который мы уже сделали заранее, импортировали заранее, нажать кнопку «Написать скрипт» и теперь мы его просто-напросто вставляем. Кликаем «Сохранить» и появляется вторая иконка, которая повествует нам о том, что скрипт написан, и в тот момент, когда начнутся бои питомцев, мы можем использовать его, и бой будет автоматизирован. Я думаю, пришло время показать все это в деле и немножечко еще побеседовать о питомцах и рассказать подробнее о сайте, который был предоставлен. Конечно же, с целью составления различных сетапов нам нужны различного рода питомцы, и какие-то питомцы используются более чаще, чем остальные. Например, Железная Звездочка, фигурка Анубисата и все перечисленные питомцы, включая Чудесного Дракончика Пустоты, занимают тир 1, так как они используются в 200-100 боях питомцев по версии данного сайта. В тир 2 относятся уже следующего рода питомцы от парового танка до детеныша-живодера. Ну а тир 3 там вообще очень слабенькие питомцы, которые, да, конечно, где-то используются, где-то вносят нереальный импакт, но все же они просто нечасто используются. Тем временем нас ждут мертвые копи. За прохождение каждого абсолютно подземелья мы получаем специальный баджик, который мы можем потратить для покупки питомца, например, который у меня уже, конечно же, есть, либо просто-напросто выигрывая раз в неделю, проходя абсолютно все подземелья, также получая баджик, мы можем покупать различные припасы, в которых содержатся камни для апгрейда питомцев, различные баджики и просто бинты, как вариант. Начнем же. Пришла пора показать абсолютно все, что было рассказано ранее и, собственно, как всем этим пользоваться. Нажимаем галочку на Adonio Rematch, используем ту вкладку, которая нам нужна, в которую мы уже заранее написали абсолютно все сетапчики. И, конечно же, если это возможно, то написаны скрипты. Выбираем тот сетап, который нам нужен, смотрим, что тот ли это питомец, потому что мало ли всякое бывает, потому что у вас мышка не докликает, или просто вы слабо нажмете, кашу утром не поели, все возможно. Бой с врагорезом. Начинаем. С целью того, чтобы использовать скрипты, у нас появляется дополнительная кнопочка. Рядом с пропустить авто. Мы можем нажимать ее как мышкой, так и просто биндом на клавиатуре. При стандартной раскладке, при стандартных биндах, это кнопка А. Таким образом, нажимая всего лишь одну кнопку, мы автоматизируем наш бой, и вообще не думаем о заранее написанной заметке. Это прекрасно. Также скажу о небольших лайфхаках. В момент прохождения подземелья для битв питомцев, питомцев никаких абсолютно нельзя лечить. То есть просто на вас висит дебаф, который будет блокировать использование бинтов, и будет блокировать кнопку воскрешения. Даже если вы решите проявить свою нереальную способность к твинкам, к тому, чтобы просто-напросто перезайти на твинка и нажать эту кнопку. То есть если у вас до такого мысль дойдет, то она ошибочна. Так как если вы нажмете кнопку воскрешения, перезайдя на другого персонажа, то тот персонаж, который находится в подземелье для битв питомцев, его просто-напросто выкинет. И вам придется начать с первого этапа. Так что задумайтесь об этом немножечко и составьте различные сетапы, которые будут отличаться по набору питомцев. Вот, например, в мертвых копях у меня три одинаковых птенца страхоклюва. Да, это опасно, но питомец имеет внутренний отхил, встроенный, поэтому я не думаю, что произойдет что-то печальное, грустно и то, что птенец страхоклюва умрет и придется переделывать сетапчики. Хотя, если такое случится, то переделать можно все абсолютно быстро, так как количество питомцев зашкаливает и могу подобрать абсолютно любой сетап, который меня будет устраивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно же, в момент прохождения подземелий для питомцев нас ждут иногда и различные преграды. Просто не попадайте в ядра и все у вас будет прекрасно. Например, в Стратхолме нужно мобов убивать, то есть что-то интересное, помимо даже битв питомцев, в таких подземельях присутствуют и все-таки это интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и все. Мы пришли к тому моменту, то что скрипт сам по себе просто сломался, так как изначально в заметке в принципе было написано о том, что должен первый в бой идти любопытный маленький волчер, из-за чего произошла смена на птенца Страхоклюва, вопрос весьма хороший. Но, в принципе, после ручной смены питомца и ручного выбора маленького волчера все идет идеально. Дитеныш Злобоклюва это один из моих самых любимых питомцев, потому что у него есть, собственно, кнопка, которая пробивает броню, увеличивает получаемый дэмэдж, а также есть деф, который просто-напросто уменьшает получаемый дэмэдж на 231 единицу, а это очень сильно. Ну и также экзекут прекрасный. Ну, даже если данный удар хищника используется к цели, у которой более 25%, но имеется дебаф брешь в защите или чертник-оготь, то все просто прекрасно в плане дэмэджа. Остатки пирожка являются самым последним питомцем, которого нам нужно здесь убить. Последний этап и ластом, как говорится, назвать его достаточно сложно, потому что, во-первых, он один, во-вторых, по нему проходит хороший дэмэдж, в-третьих, он даже не убьет нашего пандеренского дракончика. То есть, проходя подземелье для питомцев, порой вы будете сталкиваться с таким, что ласты намного проще, чем обычные боссы, которые шли до этого. То, что первый босс может, ну, немножко быть неприятным, там, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, а ластовый восьмой, то, что будет намного легче. Подземелье для питомцев пройдено, и все, что нам нужно в текущий момент, это покинуть группу для прохождения подземелья, нас выкинет к домику, рядом с которым мы регались, и сдав квест, мы получим одну монетку. Эту одну монетку я просто потрачу на припасы, открою на текущий момент времени, потому что питомцы мне просто-напросто не нужны в количестве более одной штуки. Может быть, это когда-то, конечно, будет полезно, если использовать, например, их в большом количестве сетапов, в каком-то подземелье для питомцев, как, например, в текущий момент было с птенцом Страхоклюва. Он, конечно, умер, помянем. Но я думаю, одного питомца, в принципе, хватит, и с целью пополнения коллекции, само собой, пройдите абсолютно все подземелья для питомцев. Желаю вам успехов, надеюсь, гайд был полезен, то, что вы узнали много нового для себя. Ссылочки различные я, само собой, оставлю в описании. Если что-то было непонятно, то напишите в комментариях, если есть какие-то советы, подсказки, то тоже, почему бы и нет, прислушаюсь к ним. Берегите ноги, не забывайте о ссылках в описании. До скорого!